Добрый вечер, всем привет, меня зовут Анна. Я очень хотела поделиться, сейчас моим основным приоритетом является поиск своего человека и создание семьи. Соответственно, я стала чаще выбираться на прогулки и на различные мероприятия. Со стороны мужчин я вижу неподдельный интерес, много неподдельного интереса, однако очень редко это приводит к проявлению инициативы со стороны мужчин. Я думаю, многим девушкам, наверное, это знакомо. Вы можете меня направить, почему так происходит и стоит ли девушкам самим проявлять инициативу и знакомиться с мужчинами? А они просто смотрят, стоят за стороны? Нет, ну это же не обычный просто взгляд, как в плане на прохожих. То есть они начинают говорить какие-то там, возможно, комплименты просто или таким пожирающим взглядом каким-то смотреть. Или это нормально для мужчин. А как он должен смотреть? Не пожирающим? Ну, конечно. Да он потому и смотрит на вас, что он хочет вас взять и, как вот в первом случае, в пещеру, в горы увезти. Нет, ну тогда почему? То есть получается, что нужно как-то мне по-другому заходить или что? Чтобы вот мужчины знакомились. Именно. А что произойдет, если вы подойдете к мужчине и зададите ему вопрос? Мне так нравится, или просто скажете, мне так нравится, как вы на меня смотрите. Ну, что здесь такого? Это страшно? Ну, да нет, на самом деле. Но кажется, как будто, может быть, это как-то несерьезно. А как серьезно? Белый конь. Так, что ли? Нет, ну просто... Вы должны понять, что мужчины вообще, когда смотрят на женщину, мы на вас серьезно никогда не смотрим. Вообще никогда. Ну вот нас здесь немного мужчин, но кто... Ну это же правда. Не знаю, я вот, например, на свою жену тоже серьезно не смотрел, когда познакомился. Нет таких мужчин. Мы на женщину смотрим, если она нам нравится, только с одной единственной целью. С одной. Ну как-то... Не знаю. То есть смириться просто с этим? Нет, ну вот мужчина, он как бы со стороны бросает некий сигнал. Смотрит, смотрит, смотрит. Вы же видите его взгляд пожирающий? Ну какой-то сигнал в ответ ему, да? Он мысли читать не умеет. Ну вот даже сейчас. Встаньте вот так. Походите вокруг него. Точнее, не ждать проявления инициативы со стороны, а самой быть более инициативной. Верно? Ну конечно. Входить в коммуникацию. Не надо рассматривать мужчину, который на вас смотрит даже пожирающим взглядом, как будущего мужа. Он на вас просто смотрит, потому что так. Фата. В пол. Или покороче. А если кто наступит сзади? Нет, а он уже ушел. Ой, а где он? Не надо так. Нужно позволить себе общаться с мужчинами абсолютно легко, понимая, что цель у него очень проста. Вы ему понравились. Это пробудило в нем его сексуальные желания. Естественно, он пойдет на контакт с вами, если вы покажете свою готовность контактировать. Женщины часто же приходят даже на свидание, находятся в таком стрессе ужасном, сидит перед тобой человек, которого ты вообще всю жизнь свою не знаешь. И он тебя не знает. И в этот момент очень важно войти в коммуникацию на абсолютно открытой женской сексуальной энергии. А женщина на свидании думает, сидит. Думает он так. С какой целью мы здесь? С обыкновенной. А тем более, если он еще начинает намекать вам на что-то, может, ко мне попкорн поедим, кино посмотрим. Ну, это же ужасно. Почему? Это прекрасно. Ну, я как бы не такого воспитания. Ну, все тогда. Встретимся через лет 40. В монастыре. В том плане, не хочется, чтобы все было так приземленно. Это звучит примитивно. Правда? Приземленно, да. Приземленно. Никто же не говорит, что если он зовет, надо поехать. Но давайте, девочки, будем честными. Вы же никогда не пойдете на свидание с мужчиной, с которым не допустили мысли, что возможен какой-то контакт. Вы же не сумасшедшие. То есть вы идете на свидание к мужчине, с которым еще до того, как он с вами переспал, уже переспали. Вы уже допустили такую мысль. И сексуальная энергия, это не про лечь в постель. Это про игру. А эта игра возможна, если вы умеете играть. А если вы умеете играть, значит, есть чем. И когда женщина мужчине, который ей предлагает, там, быструю интимную близость, говорит, вот как вы сейчас сказали, это очень приземленно. Ну, в общем, эректильная дисфункция на вечер обеспечена. Я вам сразу говорю. Вот просто. Это такие противозачаточные ответы. Они останавливают мужчину, он не двигается больше. Я поняла. В общем, основная мысль в том, чтобы самой проявлять, вот играть в эту игру, скажем так, но это не значит, что какие-то прям конкретным действиям. Не нужны никакие действия. Игра. Вы просто играете. Ой, ты знаешь, сама тебе хотела предложить. Давай выберем день. Вот а что, не сегодня? Я немножко стесняюсь. Ну, хочу, но стесняюсь. Давай другой день выберем. Покажите мужчине, что вы в нем заинтересованы. Именно по этой причине мужчины многие отваливаются. А сейчас еще женщин учат. Не звони ему первое. Не бери. Дождись четыре звонка. Возьмешь на первый, будет думать, что ты ждала. Ну и не затягивай, потому что будет думать, что манипулируешь. Вот она сидит. Алло. А сама вот так там, понимаете, звонит, звонит, ура, звонит. Пока звонила, успела даже подруге смс-ку написать. Звонит. Звонит. А еще в дополнение. Нужно быть живой. Вот вы когда вышли на сцену, вы были такой живой, настоящий. Вот если бы вы вот так подошли к мужчине и сказали ему, привет, ты можешь меня угостить каким-нибудь коктейлем безалкогольным? Пока. А там как пойдет. Работать нужно на уровне актрисы. Вы же женщины. Вас даже этому обучать не надо. Даже не надо обучать. У вас это встроенная опция. Вот так можете обвести любого. Главное захотеть. Ясно, да, хорошо. Еще тогда в дополнение хотела спросить. А когда мы слишком одной целью какой-то задаемся, стоит ли вот так сильно постоянно об этом думать? Или же переключаться на что-то другое, и оно как бы вот твое, оно само придет? Есть цель, есть желание. То есть когда мы ставим перед собой какую-то цель, нас может напугать масштаб этой цели. И мы просто о ней думаем. И ничего не делаем. Если это желание, если я желаю, значит я получу. Почему многие люди... Вот у вас есть какая-то мечта? Конечно. Какая? Ну кроме вот мужа. Какая? Самая основная мечта это создание своей семьи, крепкой команды. Ну кроме мужа. Кроме этого, хорошо. Это мое дело, моя реализация. Вот там в самой высшей точке кто вы? Ну я человек, который имеет какое-то... Вот к нему прислушиваются очень многие люди, и я им помогаю. Потому что я получаю много энергии от того, когда я помогаю людям. Спасатель? Нет, это же не обязательно спасатель. Помогать же можно по-разному. Ну как эта помощь проявляется? Например, сейчас я вот, я преподаватель, да. Соответственно, я тоже помогаю людям, и я получаю эту большую энергию от их фидбэка, от того, что им очень приятно со мной заниматься. Вот, поэтому помощь может быть разная. То есть она может быть родным, друзьям, там на работе ты по-своему помогаешь. Но вас просят помочь или вы сами предлагаете? Ну чаще, наверное, не то, чтобы я не напрашиваюсь, просто все знают, что я всегда могу помочь. Вот, и я искренне это делаю, вот, потому что мне самой от этого очень хорошо. Ну это просьба других людей, или вы видите, что человеку нужно помочь и предлагаете себя в качестве помощи? Нет, ну это просьба. Просьба. То есть вы не навязываете свою помощь? Нет. Ну это просьба или какой-то запрос, да, и, соответственно, я, да, помогаю. А вот когда вы с мужчинами общаетесь, вы ждете, что они к вам подойдут, как к преподавателю и зададут вопрос? Нет. Как нет? Ну не то, что, ну, как преподаватель, не как преподаватель. Ну это метафора, аллегория. Нет, просто хочется, как бы, увидеть заинтересованность, ну, какой-то шаги с другой стороны, вот. Со спины? Нет, не со спины. Почему? Нет, просто я же тоже, ну, как бы, я же не иду с таким, там, да, не хожу с противозачаточным лицом, я тоже улыбаюсь, смеюсь. Ну, то вы улыбаетесь, он пожирает глазами. Да. Обмен произошел, дальше ваш ход, потом опять его, как в шахматах. Белые, черные, белые, черные. Поняли, о чем я говорю? Да. А вот когда мы говорим про цели, которые перед собой ставить, очень часто людям становится выгодно мечтать. Вот здесь наверняка есть люди, которые применяют практику визуализации. Может, даже у кого-то дома доска висит, а там все вот эти роллс-ройцы, яхты, пароходы, брюлики, картье. Есть много таких людей. Ну, давайте поаплодируем. Меня есть тоже. Вы тоже? Да. Вот. А знаете, в чем самое ужасное заключается? Когда мы визуализируем и мечтаем, у нас вырабатывается очень много дофамина. То есть мы можем нагнетать дофамин за счет визуализации своих желаний. Вот я лежу на диване вечером и представляю, как я плыву на яхте в белой рубашке, в шляпе, с сигарой в руках. Вискарик там у меня еще, музыка играет, все танцуют. Там вдалеке, а я такой весь миллиардер вышел прогуляться по яхте. У меня уровень дофамина растет сразу. Утром просыпаюсь, дофамина нет. Думаю, что делать, а? Помечтаю. Опять сижу, мечтаю. Опять дофамин появился. Просыпаешься с утра, его опять нет. Думаешь, да что ж такое-то? И у нас складывается ощущение, что вот эта дистанция от мечты до достижения мечты, она огромная, даже еще увеличивается. Это вот как человек, который, помните, здесь девушки, большая часть девушек, когда я был пацаном молодым еще, мы смотрели разные эти американские боевики. Там Рэмбо, американские ниндзя, со Шварценеггером, Жан-Клод Ван Дамм. Вот посмотришь фильм, вечером такой, он заканчивается, титры, и ты там... Пойдешь на все какие-то штуки нарисуешь. А еще и на улицу все побегают, пацаны бегают, кричат, почему? Все под дофамином. Всем круто. На следующий день все вышли во двор, как бы и ходят, херы пинают там. Все забыли, что они ниндзями были с вечера. Почему? Мы, когда обнаруживаем какую-то ценность для себя, начинаем раскачивать, дофаминергическая система работает, нам хорошо. Я сразу могу сказать, мечтать вечером вообще нельзя. Это не шутка. Потому что от момента визуализации до какого-либо действия должно пройти не более трех-четырех часов. И вот когда вы думаете о своей конечной точке, к которой вы хотите прийти, вам нужно повизуализировать минут 10, 15, 20, как вы чувствуете. И на уровне ощущений испытать вот этот подъем дофаминовый. Когда вы представляете себя успешной, счастливой, проявленной. И как только процесс визуализации закончился, нужно совершить хотя бы одно или два действия для того, чтобы закрепить полученный результат. А что такое закрепить? Уровень дофамина вырос, пока вы визуализировали. А дофамин вырабатывается в предвкушении чего-либо и в достижении результата. Вот ребенок мечтает о том, что родители подарят ему компьютерную приставку на Новый год. И он знает, что они подарят, потому что он подслушал этот разговор у мамы с папой в спальне. И когда он получает эту приставку, завершенный эффект. Поэтому вы повизуализировали, потом берете и совершаете одно-два действия. Для того, чтобы сформировалась память, визуализация – это кайф, действие – это тоже кайф. Потому что вечером, когда я ложусь спать, я себе говорю, завтра в 6 часов я иду на пробежку, в 5.45 я нажимаю на будильник «Отключить». С завтрашнего дня начну. Почему? Потому что там вечером я нашел основание выработать дофамин, а утром его уже не было. Меня пробуждает кортизол. Я встаю, думаю, господи, какой сейчас еще век. Сейчас точно не до него. Поэтому и мечтать нужно правильно. И визуализация работает только в том случае, если мы помогаем своему организму. И в вашем случае то же самое. Когда вы ставите перед собой цель, мечтаете и действуете. Если вы не действуете, вы не мечтаете. Вот зачем говорить, если не будет дальнейшего действия? А еще знаете, как часто люди делают? Появился у кого-то план открыть, например, салон красоты у девушки. И она такая вся вдохновленная. Открою супер салон, там рукти-ногти. У меня там все супер будет, эксклюзив полнейший. И вот она встречается с подругой в кафе. Ты представляешь, я все-таки решила открыть свой салон. А подруга говорит, вау, какая ты молодец, наконец-таки, Галя. Все, сколько можно на других работать? У нее уровень дофаминовый. Она ушла. Говорит маме, мама, я все-таки решилась. Другой подруге звонит. И вот у нее этот дофамин прет и прет, прет и прет, прет и прет. Она накайфовалась, пришла домой, выпила бокальчик винишка, уснула, просыпает, что-то не то. Не прет. Пойду еще кому-нибудь расскажу. Опять рассказала. Это говорит о том, что мы попадаем в плен, в такую дофаминовую яму, мы ее сами формируем. Мы нагнетаем, дофамин падает, и мы в дофаминовую ямку проваливаемся. Нам становится плохо. Поэтому все эти процессы нужно изучать. А если подвести итог под вашим первым вопросом относительно мужчин, побольше вот такой экспрессии женской. Игры. Я так понимаю, мне нужно сломать вот эти мои, скажем так, то, что... если он начнет подходить очень близко, вы будете вот так стоять и ждать, что он будет пожирать вас глазами, он не будет пожирать. Вот так? Вот так. Чего? Вот так как-нибудь надо сделать. Если у меня были волосы под линией, я бы показал. Я жене говорю, слушай, если у меня была женщина, я бы такой куртизанкой был. Меня не могли оторвать. Я просто... Господь уберег, уберег мужиков. Не в такой комплекции, конечно. Да, то есть, Марк, насколько я поняла, что мне нужно вот сломать какие-то свои представления о том, что якобы правильное и неправильное, ну, воспитание... Посмотрите, когда вышли, вы стояли вот здесь. Я незаметно выдавливаю вас со сцены. Ну, не для того, чтобы вы упали. Причем я специально отхожу от вас вот сюда, вот сюда, вот сюда. А вы от меня отходите еще дальше. Вы боитесь. То есть, вы ждете, что будет какой-то контакт, а боитесь коммуникации. Потому что история любого преподавателя, наставника, учителя, педагога, это высшая иерархическая позиция. И с преподавателем спорить, ну, как-то не очень разумно. И образ мышления сформировался таким образом, что вот эта педагогическая составляющая переходит в общение с мужчинами. То есть, вы педагог-преподаватель и, возможно, через эти же конструкции пытаетесь коммуницировать с мужчиной. Я даю некий сигнал, ты либо соглашаешься с ним, либо нет. Либо принимаешь его, либо нет. И нужно научиться отключать, вот я грубо выражусь, такую училку и пробуждать в себе какой-то другой образ. Вот, вы преподаватель, а внутри, если заглянуть в вас, как в женщину, и почувствовать свою сексуальную энергию, кто там? Кто это? Нет, я отлично представляю дома, я там проявляю свою сексуальную энергию в плане. Там танцую перед зеркалом, под музыку. Ну, то есть, нет, я себя отлично в этом плане чувствую. Перед зеркалом, под музыку. Да. Теперь внимание. Мы сейчас разыграем сценку. Есть мужчина смелый, который может выйти на сцену? Только, чтобы у вас не было здесь девушки и жены. Ничего страшного происходить не будет, но нужен мужчина. Нет, если у вас в принципе есть жена, но ее здесь нет, вы тоже можете выйти. Что, нет? А? Опа. Вы потом выйдите, зададите свой вопрос мужчиной. Нет такого мужчины? Вот. Выходи. Опа. Алина, вот возле тебя молодой человек сидит, что он не может выйти? Все. Все. Счастяюсь. Женат. Никто его трогать не будет, мы вам обещаем. Ни в коем случае увеличивать статистику разводов мы не будем. Как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Вот вы можете вот здесь стоять? Так. Ну и как будто бы вот пожирать глазами. Видно? Так, а моя задача сейчас какая будет? Да, присмотреться, пожирает или нет. Что-то ни сега не видно. Надо ближе приходить. Давай, сюда. Да, я смотрю с твоей точки просто. Но уже лучше. Так. Уже лучше. Леша, у нас есть музыка? Шаде, что-нибудь такое. Шаде. Вот. Смотри внимательно. Он тебя пожирает глазами. Сейчас твоя задание. Это тоже не очень романтично. Что-нибудь прямо такое, знаешь. Вот. Это получше, да. Спасибо. Он пожирает. Вот сейчас что ты сделала? Повтори жест, который ты сделала. То, что закрылось, типа? Ты поправила волосы, начала играть. Вот теперь своим телом покажи, что ты не против, чтобы он к тебе подошел. Как ты танцуешь дома? Ну, я же не буду сейчас всех переднимать. Ну, убери самые развратные элементы, оставь самые приличные и как-нибудь подействуй. Вот. Видишь, опять сигналы пошли. Видишь? Сейчас ты как кошечка ведешь себя. До этого ты себя вела как преподаватель. Я ему нравлюсь. Он меня пожирает. Смотрит на меня и никаких не совершает действий. Игривости не хватает. Вот как только эта игривость появится, тебе нужно прям особо. Ты заметила взгляд мужчины, который на тебя упал? Угу. Ты прям через внутреннюю установку говоришь себе о том, что происходит резкое перевоплощение. Я не преподаватель. Я не преподаватель. Я красивая женщина. Вы на меня смотрите. Язык тела должен включаться. Взгляд. Ой. То есть у меня аж руки зачесались. Вот можно добавить? Мне просто кажется, что, если честно, это все-таки не роль преподавателя, а вот роль девушки из хорошей семьи. Ну, в том плане, что так нельзя себя вести. Но вы же дома танцуете, как девушка из плохой семьи. Ну, типа того. Как бы так, да? Ну, да. Вот. Значит, девушка из хорошей семьи может приходить на работу и с детьми взаимодействовать, со взрослыми, с родителями. А девочки из плохой семьи это перевоплощение. Да, вот представьте, вы когда последний раз болели? Болел? Да. Ну, там простуда какая-нибудь может быть. На Новый год. На Новый год. Вот представьте себе, да, больной муж с температурой 36,7 умирает, вызвал адвоката завещание написать. Вот. А вы в чулках к нему заходите с чаем. Актуально? Прикольно звучит. Он умрет через 15 минут. Какие чулки? Можно же ему помочь в таком виде. Мед, лекарства, какие-то уколы, клизма, еще что-нибудь. То есть нужно понять, где уместно быть в своей проявленности. Это понятно, да. А где неуместно? Мы же на день рождения не приходим и не поминаем там кого-то. Или на поминки придем и часушки петь начинаем. Неуместно. И вот нужно переключаться из этих состояний. И побои. Вы же заметили разницу, да? Стояла скромненькая учитель. Вы чего преподаете-то? Английский и французский языки. Тем более. Язык любви и франция. Вы что? А вы можете поговорить на французском, рассказать ему о французском языке? Про меня, да? Да, о том, какая вы прекрасная. Как бы вы хотели, чтобы он пригласил вас на танец, на романтический ужин. Да пусть здесь никто ничего не поймет. Кто-то знает французский еще? О, Господи. Тогда вы... Ладно, сейчас проверим, насколько вы хорошо им владеете. Что-нибудь можно французское, Леш? Аккордеон, чтобы играл. Елисейские паля. Ну, поромантичнее. на что-нибудь из Азнавура можно, Джо Досен, там, куда-то в те края. Сейчас мы найдем. Так, можно начинать тогда, я думаю, подойдет. Начинайте, да. Это нужно рэп читать на французском. Бонсуар, я м'appelle Ана и, А если при этом еще поглубже дышать, на выдохе произносите это? Я очень красивая. Я вам озвучу просто вашу самую сильную сторону, за счет которой вы можете сразить любого мужчину. Как только на вас мужчина посмотрел, вы забываете о том, что вы знаете русский язык. И вот на таком придыхании, поправляя волосы, идете ему навстречу, идете ему навстречу, идете. И продолжаете разговаривать. Я называю Анна. Вот еще. Страшно становится. Страшно? Тебе приятно должно становиться. Жена просто сидит, поэтому страшно. Ты переживаешь за кого? За себя? Вот смотрите, разница ощутима, правда? Ну, да. Ну, я просто в целом могу сказать точно, что я на каждом языке себя по-разному ощущаю. Вы на французском себя как ощущаете? Ну, на французском, ну, более такая легкая хохотушечка. Ну, вот и говорите на французском. Поэтому, наверное, когда во Франции жила, на мне все хотели жениться. Все хотели, эта пауза была еще такая, жениться. Спасибо вам большое. Я надеюсь, вы понимаете, что вам нужно делать дальше. Вам тоже спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ты мне предлагаешь танцевать дальше? На костылях. Сразу вспомнился этот фильм «Итальянцы в России». Помните, когда он с костылями бегал? Вот это проблема очень многих девушек, когда вы идете на контакт с мужчинами. Вы делаете это не через свои природные эмоциональные состояния, а делаете это от головы. То есть в голове у вас, как фундамент и якорь, должно быть зафиксировано и непоколебимо. Это ваше достоинство, ваша самооценка, вера в себя, вера в свою уникальность. Но ни в коем случае не нужно находиться в этом состоянии постоянно, когда вы общаетесь с мужчиной. Ну, позвольте себе подышать, покайфовать, повхиртовать. Вот через голос, через взгляд, через жесты передается очень много сексуальной энергии. Когда мужчина ее чувствует, он обязательно пойдет на контакт с такой женщиной. И вы сами прекрасно видели, что здесь происходило. Когда девушка в состоянии стагнации находится, она не двигается, не говорит, дышит поверхностно, смотрит достаточно робко. Ну, красивая. Может быть, у нее проблемы на работе, не буду усложнять ей жизнь, не буду подходить. Ну, вы же видели, как в мире животных происходит, когда лев с львицей хотят пойти в продолжение рода? Вы видели львицу, чтобы она вот так стояла? Нет. Она там лежит хвостом. Так ходит, в другую сторону. Пока они там между собой дерутся, она же там же их клиентов-то этих, претендентов много. Она и ждет, кто там кого захерячет. И самым сильным она пойдет куда? В продолжение рода. Это не говорит о том, что вы должны на продолжение рода идти сразу. Хотя многим женщинам нравится это. Без таких женщин тоже мужчин было бы много несчастливых. Субтитры сделал DimaTorzok